Погнали, ждать не буду. Прогресс. Евгений, добрый вечер. Понятно, да. Добрый вечер. Запись уже ведется? Идет запись, все понятно. Уже ведется запись. Да, давайте я вас представлю. Значит, друзья, у нас сегодня в гостях Евгений Юрьевич Вдовин, российский эксперт по ценообразованию в закупках. Я, Евгений, если позволите, самое ключевое скажу, главный KPI, Евгений руководил проведением более 2000 экспертиз начальной максимальной цены государственных и корпоративных закупок на общую сумму более 350 миллиардов рублей. Экономия средств заказчиков по результатам экспертиз составила свыше 33 миллиардов рублей. В общем-то, можно сказать, на этом, в общем-то, можно уже заканчивать. Но мы начинаем. Но мы только начинаем. Да, но мы только начинаем. Да. Итак, итак, коллеги, коллеги, добрый день. Сегодня мы в таком экспресс-ритме рассмотрим вопросы ценообразования в закупках. То есть расскажем, как же заказчики определяют цены закупок, цены конкурентных закупок. То есть когда будет проходить конкурентная процедура, конкурс, аукцион, и определяется начальная максимальная цена, и либо неконкурентные закупки, закупки единственного поставщика, когда уже цена является, по сути, окончательной. И интерес этот вопрос представляет и для заказчиков, конечно же, и для поставщиков, чтобы они понимали, и таким же образом заказчики определяют цену. Так, и на, пожалуйста, внимание на экран. Внимание на экран. Итак, как же заказчики устанавливают начальную максимальную цену контракта? То есть на МЦК мы здесь будем понимать и цены закупок у единственного поставщика. И вот мы ответим на вопросы, к чему же заказчики стремятся, какие они методы используют, и чем отличаются подходы к ценообразованию со стороны заказчиков и со стороны поставщиков. Мы увидим, что эти подходы прямо принципиально различны. Следующий слайд, пожалуйста. И начнем мы с принципов ценообразования в закупках. То есть с тех принципиальных моментов, которыми заказчики руководствуются. Ну, для начала, что нужно сказать? Что же такое цена? Потому что, чтобы у нас разговор-то был предметным, мы должны дать некоторое определение. Существует множество определений понятия цена. Оно есть и в налоговом кодексе, и в гражданском кодексе. Но вот применимое на практике хорошее определение, то есть учебника профессора Слепова, профессора кафедры ценообразования Рыо и Плеханова. Вот такое определение. Цена, количество денег, за которые продавец готов продать, а покупатель купить единицу товара, работу, услуги. То есть абсолютно, буквально вот сейчас мы увидим, что можно потрогать цену, понять, что же это за цена, за которую продавец готов купить, а покупатель продать. Итак, зеленым цветом это у нас хотелки желания продавцов, поставщиков устремлены. Они, конечно, максимально вверх. Не существует верхнего предела цены для продавца, потому что если это организация коммерческая, то цель ее деятельности, максимизация прибыли, соответственно, как можно увеличить прибыль, либо увеличить количество продукции, выпуск, либо снизить затраты кардинально, либо увеличить цену. То есть получить как можно больше денег. Существует ли нижний предел цены? Да, существует. В долгосрочном периоде эта величина определяется издержками производства, то есть нельзя продавать продукцию себе в убыток. Но в краткосрочном периоде это правило может нарушаться, например, при выводе продукции на рынок, либо наоборот, когда поставщик уходит с рынка, он может продать продукцию и ниже себестоимости. То есть это вот мы должны понимать. Синий цвет – это у нас устремление покупателя. И, конечно же, покупатель, заказчик, государственный заказчик по 44-му закону, работающий, компания с государственным участием, работающая по 223-му закону, все они руководствуются принципом экономической эффективности, то есть стремятся достичь максимальную результативность, то есть лучший результат с использованием определенного бюджета, закупки, объема средств и экономности. То есть вот этот самый заданный результат, зафиксированный в техническом задании, получить как можно дешевле. Но, повторюсь, именно заданный результат, на какую-то другую продукцию. То есть когда мы говорим дешево, дешевле, мы имеем в виду идентичную или однородную продукцию, равноценный какой-то заменитель. Приобрести вместо масла сливочного 82% жирности маргарин, это не является экономией с точки зрения закупок, хотя денег опять меньше. Итак, устремлены желания покупателя вниз. Чем меньше он заплатит, тем экономнее закупка. Существует ли верхний предел? Конечно, есть. Это величина определяется платежеспособностью, то есть наличием средств у покупателя и ценностью, полезностью продукции, а также альтернативами, то есть предложениями от других поставщиков, либо идентичной продукцией однородной, а бывает и мера простыла, конкуренция, какие-то совсем другие решения. И таким образом... Евгений, а мы можем сразу внести ясность, вот в чем разница между идентичной и однородной ценой? Да, мы эту ясность внесем и мы об этом скажем, когда будем говорить о методе анализа рынка. Это принципиальный действительно момент, что такое идентичное, что такое однородное и что не являющееся таковой. Вот мы об этом будем сегодня говорить. Это один из ключевых моментов ценообразования в закупках. Вот сейчас, повторюсь, мы говорим о принципах, но можно вернуться к следующему слайду еще. И таким образом мы видим, что цена всегда находится в определенном диапазоне, может находиться между нижним пределом цены и верхним пределом цены. И любая из этих цен будет по закону являться рыночной ценой. Но мы понимаем, как уже сказали, что покупатель стремится найти цену как можно ближе к нижнему пределу цены, а продавец как можно ближе к верхнему пределу цены. Вот в этом и есть их противостояние рыночное. И следующий слайд, пожалуйста, к чему стремятся покупатели приобретать продукцию в условиях сильной конкуренции, когда на рынке много поставщиков идентичной или однородной взаимозаменяемой продукции. А бывает, повторюсь, и межотраслевая конкуренция. Мы сейчас говорим о генитете, то есть если много поставщиков, то ни один из них не может поставить высокую цену, он просто станет неплатежеспособным по цене. Абсолютно рассуждение здравое. И сама конкуренция, стрелка направлена в мидинг вниз, приближает цены предложений поставщиков к нижнему пределу цены. И в идеале, в условиях совершенной конкуренции, прибыль у нас практически исчезает, уравнивается со всеми остальными видами прибыли. То есть предпринимателю все равно в банк деньги положить или продукцию производить. Следующий слайд. А вот в условиях слабой конкуренции, когда мало продукции, идентичной или однородной, вообще уникальная продукция, вот создаются условия для приближения уже цены к верхнему пределу цены. То есть это лимит финансирования и полезность, ценность. И даже если в данном случае заказчик понимает, что произвести продукцию можно гораздо дешевле, товар, работу, услугу, и предлагает такую цену, вот мы видим эту красную зону, вовсе не факт, что поставщик согласится на такие условия. Альтернатив-то ведь мало или вообще нет. Поэтому поставщики стремятся создать такие условия, вывести на рынок уникальную продукцию. Следующий слайд, пожалуйста. И вот здесь мы видим различия в источниках информации. То есть заказчики стараются найти общедоступные источники информации, предназначенные неограниченному кругу лиц, в которых сама рыночная конкуренция, повторюсь, вынуждает поставщиков публиковать цены средние, средние там отраслевые, учитывающие уровень конкуренции, учитывающие совокупность верхних пределов цены. А вот если запрашиваются коммерческие предложения, если заказчик платежеспособен, если продукция для него ценность представляет, а мы помним, что это у нас B2B рынки, или B2G, то есть для производственных процессов это используется, значимость высокая, заказчик, в принципе, готов заплатить весомую цену, то вот просто по определению эта цена будет приближаться к верхнему пределу цены. То есть мы запрашиваем КП, поставщик, конечно же, оценит нашу платежеспособность, ценность продукции для нас, и сделаем все, чтобы вот эта цена в коммерческом предложении приблизилась к верхнему пределу цены закупки, к тому пределу, который способен и согласен заплатить покупатель. Поэтому с точки зрения покупателя, заказчика, нельзя ограничиваться только коммерческими предложениями, они априори будут максимально возможными вот на, в данной рыночной ситуации, в данной рыночной конвентуре. Нужно использовать различные источники информации, ну вот, в том числе прилагая усилия для вот таких общей доступности. Но здесь, повторюсь, говорим об идентичной или однородной продукции, потому что мы напрямую сравниваем цены. Следующий слайд, пожалуйста. Что мы видим? Мы говорили, да, вот у нас был один из вопросов, чем отличаются подходы заказчика, покупателя и продавца. Продавец продает пользу, выгоду, эффект, любимое выражение продавцов. Мы продаем не сверла, мы продаем дырки. Думайте не о цене, думайте о результате. Ни один продавец не любит говорить о своих затратах, конечно же, он говорит о пользе, о полезности, о ценности, о выгоде, да, то есть максимизирует полезность в своей продукции. Ну, а, соответственно, покупатели понимают, да, что продукция ценная, что польза большая, что этой лопатой он там золотой песок пойдет добывать, да, значит, на своем участке, который он застолбил, но он стремится оценить затраты, достаточные для получения данного блага, данного товара, работы или услуги. И если продукция представлена на рынке, видоидентичной или однородной продукции, он использует методы анализа рынка, то есть собирает рыночные цены, выбирает из нее минимальную, все, и покупает. А вот если продукция уникальная, не представлена, видоидентичной, делается под заказ, он использует метод затратный, то есть сумму затрат необходимых для создания продукции и обычной годанной сферы деятельности прибыли. То есть при этой цене поставщик будет доволен, он покроет все затраты, он получит прибыль, но не сверхприбыль. Вот в этом принципиальное различие подходов заказчиков и, соответственно, продавцов. Следующий слайд, то есть вот таковы принципы ценообразования в закупках. С позицией, повторюсь, покупатели. А какие же методы используют покупатели, заказчики, руководствуясь вот этими самыми принципами? Следующий слайд, пожалуйста. Вот на таблице перед нами пять основных методов. Они указаны в 44-м законе. Эти же методы используются и заказчиками, компаниями с госучастием, участниками 223-го закона. Вот это метод анализа рынка. Тарифный, нормативный, сметный, затратный и иные методы, к которым можно отнести, например, методы аналогов с корректировкой или параметрические методы, то есть когда на цену влияет один или несколько каких-то значимых параметров. В чем суть этого слайда? Хочу обратить внимание, что не стоит путать методы и источники информации. То есть, например, метод запросов поставщикам или метод цен ранее заключенных контрактов. Вот это все методы анализа рынка. Просто источники информации разные. Контракты или запросы поставщикам или общедоступная ценовая информация. Следующий слайд, пожалуйста. Вот все методы можно разделить на две большие группы. В одних цены регулируемые. Это тарифный метод, нормативный метод, то есть когда специально уполномоченные организации установили цены. И заказчикам легко пользоваться, просто умножаешь там тариф на количество или нормативное количество. И методы, которые используют свободные рыночные цены. Это метод анализа рынка, то есть когда сравниваются цены на коммерчески взаимозменяемую продукцию, идентичные или однородные. Это методы аналогов, когда мы находим различия между продукцией, влияющие на цену в той или иной степени. Аналогию халатик с перламутровыми пуговицами. Такой же, но с перламутровыми пуговицами. То есть мысленно отрезали обычные пуговицы, мысленно отрешили перламутровые, получили цену методом аналогов с корректировкой. Ну и, наконец, методы, которые используют затраты, необходимые для создания продукции, товара, работы, услуги. Это сметный метод, это затратный метод. Следующий слайд. И вот мы прямо можем представить в виде такой шкалы всю продукцию. Вот на одном полюсе абсолютно одинаковая продукция, идентичная. Сравниваем по цене. Чем дешевле, чем лучше продукция, повторюсь, одинаковые условия поставки, одинаковые. А на другом полюсе продукция абсолютно уникальная, не имеющая ничего общего. Два вида товаров абсолютно разные, бульдог и носорог. И тогда используются методы затратные, то есть оцениваются затраты, необходимые для создания того или иного вида продукции. А промежуточное положение занимает аналоги. То есть вот идентичная продукция, потом однородная, немножко отличающаяся, потом аналог, то есть уже не идентичный, однородный, другой, но во многом похожий. Там станок с системой пожаротушения, например, так. А потом уже продукция уникальная. То есть вот так вот мы можем распределить все виды продукции. Но, следующий слайд, что здесь нужно отметить? У нас все многообразие мира состоит менее чем из 100 элементов. То есть любая уникальная продукция состоит из различных комбинаций идентичных вот этих кирпичиков, присутствующих на рынке. То есть любую самую сложную закупку, комплексную, товар, работу, услугу, комплекс мероприятий, работ, мы можем разложить на присутствующие на рынке идентичные товары, работы или услуги и методом анализа рынка, соответственно, цены на них определить. Вот такая вот у нас по сути получается вот эта вот линия, она замыкается в такой окружности. То есть идентичный аналог, уникальный какой-то, который состоит из идентичных кирпичиков. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот перед вами сейчас алгоритм, вариант алгоритма. Это рабочий алгоритм, который в реальности используется в системах автоматизации расчетов начальной максимальной цены. И его можно использовать для обоснования выбора метода. То есть когда заказчик выбирает тот или иной метод, он же должен обосновать, почему метод анализа рынка, почему затратный, почему, например, тарифный метод он избрал. И вот перед вами алгоритм, еще раз по нему мы можем абсолютно любую вашу закупку пропустить через него и последовательно ответить на вопрос, имеется ли тариф, имеется ли норматив, представлена ли продукция на рынке или идентичной, или однородной. Есть ли аналоги близкие или менее близкие, можем ли применить затратный метод. И есть методом исключения. Если не можем, мы просто раскладываем на составляющие, то, о чем я говорил, вот на эти рыночные кирпичики. И рано или поздно мы дойдем до ситуации, когда на каждый наш элемент у нас будет там либо тариф, либо норматив, либо рыночная цена, либо мы сможем составить смету. Вот такие методы используют у нас заказчики в закупках, соответственно, и так эти методы обосновывают. Вот есть ли, коллеги, у нас вопросы на текущий момент, потому что сейчас мы уже... Пока вопросов нет. Пока вопросов нет, да. Очень классная. Получается, вот эту схему вообще можно в какой-то алгоритм зашить. У вас есть ли какая-нибудь программка уже, да, Евгений? Ну, в реальности это и есть. Их используют и заказчики. Например, заказчики в городе Москве. Есть в ГБУ аналитический центр, можно на их сайт зайти. Там такой помощник электронный, который использует ровно этот алгоритм. Например, в своей работе, то есть задаешь какие-то объекты закупки, да, и вот по цепочке вопросов обосновывается тот или иной метод. То есть, коллеги, все, что мы сегодня видим, это обобщенный, повторюсь, практический опыт, когда нам приходилось в ходе мероприятий проверочных, экспертизы, в ходе обучения ту или иную позицию обосновывать, да, ну, вот нужно было искать аргументы. Вот эти аргументы перед вами. Итак, движемся дальше. И сейчас мы рассмотрим более подробно два метода, метод анализа рынка и затратный метод. Почему? Потому что метод анализа рынка у нас является приоритетным, так, а как это понимать, вот мы сейчас и увидим, как понимать приоритетность метода анализа рынка. Но, что прежде всего хочу сказать. метод анализа рынка, он заключается в сравнении цен на идентичную или однородную коммерчески заменяемую продукцию. Это первый момент условия применения этого метода. Второе, цены должны быть в сопоставимых экономических, коммерческих условиях. То есть, вот два условия применения метода анализа рынка. Сейчас мы рассмотрим подробнее. Следующий слайд. Что такое идентичные, однородные товары, работы, услуги? Здесь упрощенное определение, более подробное, содержится, например, в 22 статье 44 закона или определение взаимозаменяемых товаров, 4 статья 135 закона. Это закон о защите конкуренции. Дело в том, что методика взаимозаменяемости до сих пор не разработана в закупочном законодательстве, хотя в законодательстве антимонопольном, например, или в законодательстве налоговом, или в законодательстве таможенном. Эти понятия рассмотрены хорошо. То есть, вам не удастся перемещать какой-то товар фирменный, дорогой через границу под видом какого-то дешевого, нефирменного. Вот, пожалуйста, следующий слайд. А если говорить о закупках, то мы имеем вот такую проблему в полный рост. Вот, коллеги, перед вами простейший пример. Два товара, наборы, например, кубиков. Одни фирменные кубики Lego, которые стоят на рынке 500 рублей, допустим, у всех абсолютно там продавцов. И нефирменные копии Lago, Lepin и так далее, и так далее, нет ни с чем с числа. Они, допустим, стоят у нас 100 рублей. И вот огромное значение практическое имеет механизм обоснования того, является ли эта продукция взаимозаменяемой. То есть, можно ли использовать в одном расчете, например, цены на кубики фирменные и кубики нефирменные в данном случае. Ну и, соответственно, поставляться могут они или нет. Ну и обычно вот своим житейским опытом мы понимаем, что в данном случае эти товары не являются равноценными заменителем. Так что, если мы возьмем там поиграть у ребенка кубики за 500 рублей Lego фирменные и потеряем их где-то, и попытаемся компенсировать вот такими 100-рублевыми и нефирменными, да, то, уверяю вас, там даже 7-летний ребенок эту подмену заменит. Это неравноценная замена. Он скажет, дядя Женя, что ж такое? Я с друзьями меняюсь, мы коллекционируем у них там всех Lego, значит, стояем эту, значит, китайскую там подделку, они меня не поймут, ребята, да. Вот. То есть это неравноценный заменитель. И вот умение, следующий слайд, отличать одно от другого, группировать товары на идентичные, абсолютно одинаковые, однородные, имеющие некоторые различия, но тем не менее являющиеся равноценным заменителем. Так? И эквиваленты, то есть эквиваленты, это значит равноценные в каком-либо отношении, да, вот валенки и лабутены, они эквивалентны в отношении обуви, да, Lada и Mercedes эквивалентны, да, в отношении автомобиль, там транспортное средство, двигатель внутреннего сгорания, но это, разумеется, неравноценные заменители на рынке. Никто в здравом уме не поменяет Mercedes Mercedes на, соответственно, Жигули. Вот. И существуют методики, но сегодня у нас время ограничено, но они есть, например, в Москве распоряжение 242, в котором вот указано, каким образом группируются вот на товарные группы товары, работы, услуги, вот именно для того, чтобы в расчет цены, начальной максимальной цены, цены закупки единственного поставщика включать только цены на равноценные заменители, на коммерчески взаимозаменяемые товары. Вот. Границы товарной группы разные бывают, например, в той же Москве, если говорить, это 25%, ну, например, вот 100 там и 125, 105, 110, 115, вот в одну ценовую группу входит, а уже 130, 140, в другую, или там 80, да, и заказчики просто решают, а из какой же ценовой группы будет приобретаться продукция, какие есть равноценные заменители товары, потому что законно заставляет несколько товаров указывать в описании объекта закупки, то есть так формировать, чтобы ему соответствовало несколько товаров для обеспечения конкуренции, но повторюсь, здесь вот очень важно, чтобы этому описанию не соответствовали такие вот неравноценные заменители, дешевые аналоги, которые поставят под угрозу результативность закупок, то есть мы не купим то, что хотели, а в ряде случаев и экономность, то есть еще и переплатим. Евгения, вопрос сразу, походу, а как можно разложить вот по этому бизнес-процессу импортозамещение? Ну, ровно так и делается, то есть смотрите, вообще как производится закупка, то есть у нас есть определенные цели, задачи, которые нужно закрыть, то есть обеспечить какой-то процесс, например, производственный, либо какие-то социальные мероприятия, и заказчики, исходя вот из этих целей, так, с одной стороны, потребности, и своих финансовых возможностей, определяют, какая продукция может быть закуплена, да, допустим, есть у нас с теми же игрушками, если возьмем, потребность в долгосрочных, в долговечных какой-то продукции, которую мы сохраняем, она не теряется, и прочее, и прочее, и мы можем приобрести продукцию производителей с репутацией, деньги у нас на это есть, имеются, например, и вот мы выбираем, будет такая продукция, либо ее вот равноценные заменители, а какая-то другая может ей уже не являться, вот здесь важно всего лишь разделить вот на такие кучки, это в любом магазине у нас группа товаров есть, да, мы приходим, у нас продавец спрашивает, стиральную машину, вот какую, вот тут у нас люкс-модели, тут у нас среднего сегмента ценового, да, здесь у нас эконом-сегмент, вот, а если денег у вас вообще нет, вон там, значит, бушные, да, есть у нас, например, за углом там магазин какой-то, да, восстановленная техника, вот точно так же происходит и в закупках, ну если заказчик, конечно, квалифицирован, вот, и поэтому, повторюсь, да, при подзамечении с точки зрения ценообразования, с точки зрения логистики, да, ну вот, когда мы что-то находим, мы должны понять, равноценные где-то заменить, все, нет плохих товаров, нет хороших товаров, да, все товары выполняют функцию в той или иной степени, и просто цена должна соответствовать их справедливой рыночной цене, а при прочих равных, минимальной цене. Так, еще вопросы? Хорошо, вот, итак, итак, мы поняли, что такое идентичная, однородная продукция, это вот первое условие применения метода анализа рынка, пожалуйста, следующий слайд, следующий слайд, вот, а теперь второе условие, продукция-то может быть идентичной, а вот условия закупки могут быть разные, да, ну, то есть одно дело, цена, когда мы запрашиваем цены или собираем цены на розничном, допустим, рынке, да, цена за одну единицу продукцию, другая на оптовом, за тысячу единиц продукции, третья, вообще, нам нужно сто тысяч купить, и это, возможно, будет уже цена производителя, да, рынок производителей продукции, а четвертое, может, вообще под заказ мы делаем, да, и нам на заводе размещаем заказ, и продукция может быть ноу-нейм, то есть ее не нужно будет рекламировать, не нужно будет вкладывать в маркетинг, да, мы просто вот дали документацию техническую, изготовьте нам вот, пожалуйста, вот такое вот, да, там сто тысяч штук, единицы, рекламировать ее не надо, то есть это будут различные экономические условия, и вот, пожалуйста, следующий слайд, есть, например, такой документ, к нему можно адресовать, 567 приказ, Минэкономразвитие, он носит рекомендательный характер, но, тем не менее, рекомендации в нем используются повсеместно, и в том или ином виде, различными субъектами, и 223-го, методика, вот здесь сгруппированы, приказы не даны несколько в другой последовательности, но сейчас вот здесь сгруппированы те условия, которые так или иначе влияют на цены, повторюсь, продукция абсолютно одинаковая, так, но если мы срок исполнения контракта, например, в одном случае это три месяца, а в другом случае это год, поставка, да, то мы понимаем, что это влияет, безусловно, на цену, да, что через какое-то, время цена уже может измениться, и здесь нам ее нужно прогнозировать, используя различные, там, доступные нам источники информации, как в центре инфляции, например, про количество синим цветом, да, я уже сказал, что это напрямую влияет на цену, количество товаров, или масштаба, масштабность выполняемых работ, зеленым цветом, все, что касается у нас цен, это авансы, например, по контракту, так, что если у нас в одном договоре аванс предусмотрен, а в другом не предусмотрен, мы понимаем, что авансы в общем виде ведут к снижению цены, да, поставщику как минимум нужно иметь меньше оборотные средства, гарантии качества, повышают цену, чем больше гарантий, чем больше требований, чем больше срок гарантий, тем выше цена продукции, обеспечение, размер обеспечения контракта, также повышает цену, чем выше размер обеспечения, вот тем выше цена продукции, изменения в налогообложении по-разному могут влиять, да, если цена налога стала меньше, например, цена имеет тенденцию к снижению, а если он стал выше, то к повышению, валютные курсы, и для материала емкой продукции, например, цена материала, например, медь влияет на цену кабельной продукции, но в разной степени, на оболочечный кабель в меньшей степени, так, а на безоболочечный в большей, да, потому что процентное содержание продукции, продукции материала выше, вот, следующее место поставки, география, также учитывается заказчиками при определении цены, потому что, одно дело, поставка в Москву, а другое дело, поставка куда-нибудь в отдаленный регион, да, России, ну, и вот последнее, рыжим цветом, то есть все, что касается непосредственно уже предмета, это и комплектации, состава работ, то есть, когда мы определяем цену, у нас цена, например, контракта, мы нашли, там была комплектация, там, 10 каких-нибудь позиций, да, определенные, а в нашем контракте, там 8 всего лишь позиций, вот этих доп. оборудования, а 2 нет, и это уже фактически метод аналогов, мы вот так мысленно убираем эти позиции. Следующий, пожалуйста, слайд, вот таким образом мы учитываем все условия нашего конкретного договора, когда определяем цену, то есть первое, повторюсь, использование как анализа рынка, находим цены на идентичную или однородную коммерчески взаимозаменяемую продукцию, отбрасывая и то, что не входит в эту группу более дорогую продукцию, и более дешевую, причем критичнее для нас как раз отсечь вот эти более дешевые аналоги, потому что дорогие вряд ли нам это предложат, а вот недорогие заменители только так, с превеликим удовольствием. Но если мы говорим о поставщиках, поставщикам нужно, конечно, это понимать, что да, поставщик может найти дырку в описании объекта закупки, да, он может предложить продукцию формально соответствующую описанию, но на самом деле являющуюся более дешевым аналогом. Но здесь нужно понимать, что заказчики, во-первых, стволифицированные, то они это видят, и они не будут принимать эту продукцию, договор не будет заключен, просто потеряется время, а даже если они ее примут, то впоследствии могут наступить печальные последствия. Это автология, когда контролеры или правоохранительные органы установят, что по цене, допустим, тысячи рублей куплен аналог, который на рынке на самом деле стоит 300 рублей. Это, конечно, заплачено за него там 800 или 900 рублей. То есть формальная экономия, но на самом деле переплата. И в этом случае, конечно же, продукция идентифицируется, устанавливается и рыночная цена, и вот эти вот незаконные обогащения вполне может быть взысканно, соответственно, обратно в бюджет. И хорошо, если еще уголовные последствия не наступят при этом. И вот, соответственно, завершающий слайд вот в этой части, почему же приоритет метода анализа рынка нет. Возвращаемся назад, еще на один слайд, пожалуйста. Приоритет метода анализа рынка, потому что рыночный... Нет, нет. Снова вперед еще. Вот сюда. Итак, у нас рыночные цены лежат всегда в основе цены закупки. Но либо непосредственно в виде ценно-идентичную или однородную продукцию, либо в виде вот этих кирпичиков ценовых, которые использовались при расчете тарифов, нормативов, сметных нормативов, материальные ресурсы там используются, при затратном методе и иных методах. То есть в основе, повторюсь, у нас всегда лежат рыночные цены либо на сами закупаемые товары, либо на их составляющие элементы. Идем дальше. Идем дальше. И следующий, пожалуйста, слайд. Вот. Об источниках информации буквально несколько слов. Их можно разделить на три большие группы. Мы говорим, повторюсь, о методе анализа рынка. То есть это первая, общедоступная информация. Не надо только путать ее с бесплатной. То есть не любая общедоступная информация, бесплатная, за некоторую приходится платить, за справочники, за базы данных, за какие-то каталоги. Но суть, что любой желающий может ее приобрести. Она не секретная, не закрытая. Это первая группа, откуда заказчики берут цены. Из общедоступных источников. Вторая группа, они делают запросы. Запросы участникам рынка. Обратите внимание, красным цветом, не любой организации, знакомому своему Василию с печатью, который может КП подготовить, а именно участникам рынка, осуществляющих поставки идентичных или однородных товаров. Ну и также можно делать запросы в единую информационную систему. Поподробнее рассмотрим эти методы. Следующий слайд, пожалуйста. Общедоступные источники информации можно разделить на вот такие группы. То есть первое, вот синим цветом, пункт один, это информация о ранее заключенных контрактах, договорах в единой информационной системе. Второе, зеленым цветом, это информация со свободного рынка, нерегламентированных закупок. Третья группа, рыжим цветом, объединена, это статистическая различная информация о котировках на биржах, на электронных площадках из органов статистики. Ну и последнее, внизу девятый пункт, иные источники информации мы тоже подробно рассмотрим. Итак, регламентированные закупки, свободные закупки, статистика и иные источники. Вот четыре группы общедоступных источников информации. Следующий слайд, пожалуйста. На что нужно обратить внимание, что информация должна соответствовать требованиям к публичной оферте, но что я здесь скажу, даже если вы нашли там прайс, каталожную цену там на сайте, внизу написано, не является публичной офертой, но информация достоверная, ее можно использовать в качестве иных источников информации или информации, полученной по инициативе заказчика. Главное здесь достоверность. Информации не так много, времени обычно у заказчиков мало, и приходится каждый ценовой показатель буквально пускать и стараться в дело, но, повторюсь, если он достоверен. Следующий, пожалуйста, слайд. Что касается запросов поставщикам, повторюсь, уже было в самом законе сказано, здесь в 567 приказе подтверждается, что поставщики должны обладать опытом поставок, и более такая информация о таких поставках должна также иметься в свободном доступе. Повторюсь, нельзя первому попавшемуся своему знакомому с печатью направить запрос, получить ответ и использовать его в качестве обоснования цены договора. Нет, нельзя. Требования в отношении, повторюсь, запросов достаточно жесткие в законе. Ну, и более того, не рекомендуется использовать информацию от лиц включенных в РНП из анонимных источников, содержащую информацию недостоверную, не содержащую расчетов. То есть требования такие достаточно жесткие в отношении запросов коммерческих предложений. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, и важно, с одной стороны, форма запроса не регламентирована, то есть она самая разная, но что здесь нужно подчеркнуть, что запрос должен содержать а, подробное описание объекта закупки, и вот пункт 3.10.2, перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаро-работо-услуг. То есть тот, кому мы посылаем запрос, должен понимать, да, какая же продукция будет идентичной и однородной, а какая таковой не будет из этого запроса, чтобы не посылать как раз вот эти вот недорогие заменители, да, не делать предложения недорогих заменителей. То есть еще на этапе определения цены. Опс, нам нужно перезайти, Евгений. Мы увлеклись, у нас немножко... И что мы сейчас сделаем? Мы сейчас завершаем и перезаходим, и снова включаем запись. Окей, хорошо. Давайте посмотрим. Продолжаем.